Долой коррумпированных судей. С таким требованием у стен апелляционного хозяйственного суда активисты общественной организации «Национальное сопротивление» провели акцию протеста. На следующей неделе здесь рассмотрят дело в отношении предприятия по переработке сои «Каховка протеин Агра», которые недавно пытались захватить неизвестные. Этим событием предшествовало ли действие следователя ГПУ Александра Буковчаника, который, не имея судебных решений, вынес постановление и передал завод под охрану третьим лицам. После чего на предприятие проникли более 30 неизвестных балаклавах с палками в руках. Они больше недели пытались блокировать завод, а после попытки охранников уладить этот конфликт устроили побоище с применением оружия. Активисты утверждают, что судьи могут быть заангажированы. С плакатами, лозунгами, напечатанными деньгами и требованием служить закону активисты собрались под стенами хозяйственного апелляционного суда Киева. Акцию протеста провели в преддверии судебного заседания по предприятию «Каховка протеин Агра». На фоне недавних событий по попытке захвата предприятия, присутствующие сомневаются в незаангажированности судей. Активисты подчеркивают, следователь ГПУ Александр Буковчаник своими действиями показал заинтересованность в деле. Теперь судья может действовать в интересах людей, которые пытаются незаконными способами отобрать предприятие у собственника. Впрочем, как утверждают активисты, судья хозяйственного апелляционного суда Киева Юрий Власов, который будет вести заседание, несколько раз пятнал себя в коррупционных скандалах. Более того, он на постоянном контроле НАБУ. Его имущество несоизмеримо с задекларированными доходами, откуда состояние объяснить не смог. А вот техническим исполнителем захвата фабрики активисты называют адвоката Андрея Богдана. По информации журналистов-расследователей, в 2013-2014 годах юрист был доверенным лицом Николая Азарова. Источники в правительстве беглого премьера называли Богдана личным ассистентом Азарова, которому глава Кабмина доверял особо важные дела. В том числе Богдан неоднократно звонил судьям различных судов с требованиями решать судьбу недвижимого имущества в интересах экс-премьера. Активисты не исключают, что таким образом адвокат мог договориться и со следователем ГПУ Александром Буковчаником, который без единого судебного решения самостоятельно определил, что охранять предприятие должно третье лицо. Интересно, на основании каких документов он принимал такое решение и почему он определил, что именно вот это другое предприятие является собственником. Печерский суд никоим образом не решал, кому передавать этот объект на ответственное хранение, кто является собственником этого объекта. Александр Буковчаник родом из прокурорской династии, родной племянник экс-прокурора Киева Евгения Блажевского. В 2009 году засветился в деле иностранцев, насилующих украинских девушек, которых крышевала столичная прокуратура. После скандала с соевым заводом следователь ушел в двухнедельный отпуск и так и не вышел на работу. Мы не ставим точку и намерены разобраться в этой непростой ситуации. В свою очередь активисты заявляют, намерены внимательно следить за ходом судебного процесса. А чтобы судьи продолжали служить закону и не пошли на коррупционные сделки, общественники продолжат свои акции. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер.